Здорово, бойцы! С вами канал Вундер, в эфире с Саша, он же Зотикс, и сегодня мы показываем пятерку самых интересных событий прошедшей недели. Ну-с, перейдем к делу, поехали! Самая горячая новость недели. Во вторник, 12 мая, компания Ubisoft провела стрим-анонс новой части Assassin's Creed, назвали ее Синдикат, хотя ранее ходили слухи о названии Виктори. Действие разворачивается в 1868 году в Лондоне, и нам предстоит строить с нуля преступный синдикат. Отсюда и название. Наши протежи – брат и сестра Джейкоб и Иви Фрай. Чуть ранее мы уже собрали для тебя все, что известно об игре на текущий момент. Посмотри. Тем временем, в четверг, 14 мая, на широкий экран вышла лента «Безумный Макс. Дорога ярости». Друзья, отметим, что несмотря на то, что уикенд еще не закончился, фильм собирает безмерное количество положительных отзывов, а рейтинг на Кинопоиске уверенно держит планку в 8,6. Если вы любите боевики, не пропустите. Тем более, что уже осенью выйдет одноименная игра о похождениях «Безумного Макса», где уже мы сами сможем поучаствовать в битве за выживание. Ну а вышедшая в 2014 году RPG Divinity Original Sin получит переиздание на PlayStation 4 и Xbox One, и окрестят ее как Enchanced Edition. К основному сету игры добавят много нового контента. Новый интерфейс, адаптированный под геймпады, добавят кооперативный режим в виде сплит-скрин, где один экран делится на две части, и оба игрока управляют своими персонажами одновременно, ну и многое другое. Даты выхода игры пока нет, но входят слухи о конце 2015 года. А также в четверг, 14 мая, стриминговый сервис Twitch разослал пользователям-профессионалам информацию о том, что с этого же дня задержка при трансляции видео в сервисе Twitch должна уменьшиться на 33%. Раньше разница между происходящим в потоке и на компьютере или консоли игрока составляла порядка минуты, но стабильно уменьшалась в течение года, достигнув порогов в 10-20 секунд. Ожидаем, что теперь задержка будет составлять не более 7-8 секунд. Ну и компания Ubisoft, порадовав нас аномсом очередной игры Assassin's Creed, огорчила другим. Многообещающий MMORPG постапокалиптический экшен Tom Clancy's The Division в очередной раз перенесен, но теперь уже на 2016 год. Напомним, что ровно год назад игру уже переносили на 2015, но видимо разработчики понимают, что не успеют отшлифовать игру до блеска в этом году, что ж, надеемся, что игре перенос пойдет только на пользу. Друзья, в своем обзоре мы охватили далеко не все, чем была интересна прошедшая неделя, а лишь топ ярких и важных событий. Тем временем, очередной выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте подписываться на наш канал и следить за нами в социальных сетях. До следующего выпуска, пока!